Всем привет! Это третий урок в серии анимация NPC и игрока. Сегодня я расскажу как анимировать игроков и как менять анимации по умолчанию, например движения, на свои собственные. Мне поможет немножко вот эта статья, она устарела, в ней скрипты не работают, но зато в этой статье есть интересная ссылка, которая рассказывает как называются анимации нашего игрока, ну любого игрока, который мы будем изменять. Так, ну пока она нам нужна. Давайте посмотрим на скрипт. Все очень стандартно, но помните, что когда игрок подключается к серверу, должна произойти загрузка его персонажа, его гуманоида, там текстурок и так далее на клиентский компьютер. Поэтому перед тем как менять какие-либо анимации и вообще что угодно в игроке, мы всегда делаем вот так. Получаем нашего игрока. Наш игрок очень легко получается, так как мы делаем это из локального скрипта. Вот у нас есть Starter Player Scripts, вот здесь я добавил Local Scripts. Обратите внимание, Local Scripts. И чтобы получить текущего игрока, который подключился в игру, очень просто. Получаем сервис игроки, службу игроки. Local Player, он ссылается уже на игрока, который подключился на нас. Получаем персонажа, характер нашего игрока. Дело в том, что когда игрок подключился, персонаж еще не создан, персонаж еще создается несколько секунд. Вот эта строчка позволяет, если персонаж уже есть, то мы переходим дальше. Если персонажа нет, то он ждет, пока не сработает событие, персонаж добавлен. Но и это не все. Персонаж добавлен, но в нем еще гуманоид не подгружен. Ждем, когда загрузится гуманоид. В общем, вот эти три строчки вы будете, наверное, во всех скриптах локальных видеть. Дальше. Подгружаем репозиторий. Ой, репозиторий, я по привычке. Репликейтед сторож. Ну, назовем его Rep. Реп. Помните, в прошлых уроках, хотя переменная у меня по-другому называлась, но тем не менее, репликейтед сторож, он всегда один и тот же. Он есть и доступен и для локальных скриптов для игрока, и для нашего сервера. Что очень удобно. Я здесь сделал папочку, фолдер, animations и добавляю всякие анимации сюда. Так. Ну и вот мне нужно, когда он уже загружен, мы дождались, пока загрузился репликейтед сторож, мы получили ссылку на папку animations. Ну, а дальше я из этой animations через точку буду брать название каких-то анимаций. Ну, мне хватит, допустим, двух. Почесать голову и указание пальцем. Так. Дальше. Чтобы проиграть на нашем игроке какую-нибудь анимацию, нужно подготовить трек. Мы загружаем анимацию. Вот, допустим, аним 1. Это чесание головы. Загрузили в гуманоида. Это гуманоид, как вы помните, он относится к нашему игроку. Итак, трек у нас есть для чесания головы, но мы его пока не запускаем. Он как бы хранится в гуманоиде. Ждем 3 секунды и давайте мы его запустим. Посмотрим. Так. Игрок загрузился. 3 секунды прошло. Почесал голову. Все. Ничего не происходит. Дальше. Хорошо. Так. Дальше. Дальше я вам... Как запустить эту анимацию с помощью, например, кнопки на экране. Я думаю, что в этом уроке это показывать не нужно. Уже много есть примеров, где у нас есть и контекст, action script, сервис, всякие гуишные кнопочки и так далее. Вот. Достаточно вам создать кнопку, прикрепить к событию, что она нажата с помощью коннекта, функцию, а в ней запустить вот эту строчку. И все. Запустится воспроизведение анимации. Не будем на это тратить время. Давайте лучше посмотрим на другую вещь. Посмотрим на то, как можно изменить анимации по умолчанию. Которые... Вот у нас перечислены здесь таблички. Что у нас может делать игрок? Cheering это приветствие. Climbing это карабканье по крутым склонам. Dancing там сколько-то танцев у нас. Три танца и у каждого из трех танцев по три варианта. Falling падение. Iddle или idle. Я уж не помню. Iddle, по-моему. Idling. Ничего не делание, когда он там может почесать голову, например. Jumping прыганье. Laughing смех. Pointing показывание пальцем. Running. Бег. Sitting. Сидение. Допустим, на сидении на каком-то автомобиле. Swimming плавание. Тоже, смотрите, вот у swimming есть два варианта. Просто плывет и когда он стоит на месте, как бы держится на воде. Использование инструментов. Тоже тут три варианта. Walking. Один вариант ходьбы. И waving. Это махание руками. Так. Ну давайте, что же сделаем. Объясняю вот эту строчку. Перед тем, как мы должны заменить в нашем игроке, подключенном, анимации. Подменить. Мы подменим их идентификационные номера. Вот эти ID. Animation ID. Помните, которые хранятся у нас в данном случае... Так. Вот, например. Point. Не то выбрал, извините. Не performance. Нужно properties. Я не могу сообразить, почему она все время показывает по-разному отсортированные. Анимация ID. У каждой анимации, ну это вы из прошлых уроков уже знаете, есть свой идентификационный номер. Так вот. И у тех... В прошлом... Или нет. В первом уроке я рассказывал про то, какие номера... Плюс, кстати, в описании первого видео у меня перечислены ID для всех вот этих операций. Не операций, а анимаций нашего игрока. Так что можете посмотреть и в описании видео. И мы их должны заменить на свои. Чтобы у нас все игроки, которые подключились в нашу игру, ходили как-нибудь по-другому. Танцевали тоже как-нибудь по-другому. Что для этого нужно сделать? Во-первых, если у нашего игрока... Мы же не знаем, что там. Может, игрок уже пробел успел нажать. Или он в этот момент падает. У него анимация для падения включена. Мы вот в цикле перебираем все анимации, которые играют в данный момент. Есть такая у гуманоида. У объекта гуманоид. И у игроков, и у NPC-шек, у которых есть гуманоид. У них есть такая функция. Она называется Get Plane Animation Tracks. Она возвращает таблицу, в которой ссылки на все загруженные... И не только загруженные, а играющие анимации. Загружены-то они все. Вот, которые я вам табличку показывал. Они на самом деле все при подключении к игре... Они все грузятся в нашего игрока. В его гуманоида. С помощью Load Animation. Но они запускаются в нужное время. Когда вы нажали кнопку для прыжка или бег. И так далее. Ну так вот, мы не знаем в этот момент, что происходит. И мы должны обязательно остановить. Все играющие треки, анимационные, мы останавливаем вот так. Так, сюда мы получаем текущий трек. Про циклы посмотрите у меня. Чем отличаются циклы For, обычные от цикла ForInPairs. Маленький урок есть. В результате мы получаем в эту переменную по очереди каждый из играющих, проигрывающихся анимационных треков. И мы его останавливаем. Причем, передаем 0. Это значит, чтобы остановился немедленно. По умолчанию здесь не 0. Здесь, по-моему, 0, 1, 0, 0, 0, 1. В общем, чуть больше 1 десятой секунды. А нам нужно, чтобы мгновенно все остановилось. И мы могли их подменять. Так, ну давайте, что мы подменим. Так, дальше что нужно ждать? Ага. Нужно подождать. Допустим, анимации не были еще включены. Нам нужно подождать объект. Он называется Animate. Он встроен. Я про него особо не буду рассказывать, наверное. Он нам нужен в данном случае, допустим, только для этого. Для подмены стандартных анимаций. Итак, ждем, когда в персонаже нашего игрока появится объект Animate. Который как раз в игре Roblox отвечает за то, когда включать такую анимацию. Когда бег включить. Ну, там тоже скрипт на луа написан. Только его писали создатели Roblox. Мы его не видим. Итак, мы получаем ссылку на Animate Script. И в Animate Script, на самом деле, это скорее таблица. И мы в эту таблицу. Таблица вот она с этими членами. И вот внутри этой таблицы мы будем менять сейчас некоторых членов этой таблицы. По их ключам. Итак, смотрим. В этой таблице есть ключ Run. Давайте проверим. Я просто уже перед записью урока, конечно, проверил. Поэтому я нашел там ключ Run. Я хочу сейчас заменить бег нашего игрока на чесание головы, например, которое я сделал. Итак, просто бега нам не хватит. Мы здесь должны написать обязательно вот эти два слова из таблицы. Ищем, где у нас бег. Бег, бег, бег. Вот. Run. Вот эти два слова. Но этих двух слов нам не хватает. Не хватит. Нам нужно заменить не эти два слова, а нужно подменить Animation ID. Значит, здесь хранится, вот сейчас, когда вы подключились в игру, какой-то нормальный номер бега, номер анимации бега, стандартный. А мы подсунем в него число из своего ID. Вот аним у нас загружен, Scratch Head. Animation ID я вам уже показал. Не буду больше свойства показывать. Вы должны это понимать. Давайте попробуем. Сейчас, если я запущу, вместо анимации бега у нас будет анимация чесания головы. Естественно, вы, конечно, лучше бег нарисуйте. А то... О, смотрите, как у нас. Вот я бегу, и у нас игрок чешет, чешет, чешет. И вы посмотрите, анимация до конца не доходит, сбрасывается. Так что нужно еще поразбираться, как делать нормальную замену. Так, давайте дальше пойдем. Теперь вы сможете заменить некоторые анимации. Давайте бег мы не будем заменять, а давайте посмотрим вот на этот пример. Это все, кстати, у нас уже урок подходит к концу. Так, что же мы здесь меняем? Для ничего не делания, давайте посмотрим в таблицу, что у нас здесь есть. Вот, у нас есть два варианта ничего не делания. Идл.анимейшн1, идл.анимейшн2. И мы в обоих случаях сейчас заменим ID. В одном случае я заменяю анимейшн ID на чесание головы, а во втором случае я на показывание пальцем. Причем, чесание головы у нас не зацикленный скрипт, а показывание пальцем это зацикленный скрипт, причем он сделан в Роблоксе, в компании Роблокс. Дальше, что вот эти строчки означают? Ну, давайте сначала запущем. Так, ну вот уже сработала длинка анимации. Она должна срабатывать после того, как мы что-нибудь сделали, например, вот прыгнули, и она сработала. То я смотрю только чесание. Еще раз, еще раз. О, сработало палец вперед, и опять чесание. Все, и тут у нас персонаж заткнулся. Все дело в том, что я не знаю, как устроены анимации. Там, скорее всего, существуют события, event, про которые отдельный будет урок. В редакторе анимации я уже сказал, как их добавлять, но как их использовать. Мы еще отдельный урок покажем. И могу сказать, что некоторые анимации вы можете совершенно спокойно изменять. Например, использование оружия. Что у нас там есть еще? Какие-нибудь зацикленные анимации. Например, плавание и так далее. Вот. Ну что ж. Экспериментируйте. Только эксперименты вам помогут. Все это как-то изучить. И не обязательно запоминать вот эти вещи, потому что это довольно редко встречается. Вам нужно постараться запомнить, что мы загружаем игрока не мгновенно. Нужно сначала ждать, получать сервис, вот эту службу players. Потом ждать, когда его персонаж загрузится. Потом ждать, когда его гумановой загружится. Ждать, когда репликейт в сторож загрузится. И так далее. Это очень важно. Иначе, если не будете ждать, допустим, на домашнем компьютере у вас все сработает, а если вы загрузите на сервер паблиш, то у многих игроков с медленным интернетом просто будет игра зависать, вылетать с ошибками. И не будут подгружаться скрипты дальше. Так. Ну, я еще пару слов скажу про изменение веса. Вес это, как бы, с какой частотой, как часто будет та или иная анимация запускаться. Например, вот в идлинге, когда мы ничего не делаем, там у нас всего два варианта. И мы можем сделать одному из вариантов... Так, ребят, я сюда не то немножко записал. Вот я сейчас смотрю. Так. Не анимейшн приорити. Наверное, здесь только числа можно делать. Так. Допустим. Десять и пять. И насколько я помню, что анимация... Кстати, потренируйтесь на анимациях танцев. Там их очень много. И их легко делать. Можете сделать какие-нибудь сумасшедшие танцы в своем редакторе. И они будут смотреться действительно, наверное, по-сумасшедшему. Но не забудьте их сделать зацикленными. Лупт. Нужно, чтобы кнопочка была нажата. Так вот. У каждого танца можно указать разный... Ну, как бы, разный вес. И чем весомее танец, чем чаще он будет повторяться. А так эти все танцы должны перебираться. Вот у вас три варианта танца. Давайте посмотрим, как у нас. Во-первых, мы... Ну, будет еще тоже урок. Это будет связано, допустим, с чатом. Как вызывать какие-то команды или NPC, как заставлять танцевать. Вот есть у нас танец один, танец два, танец три. Когда, допустим, текущее состояние нашего игрока или NPC танец, он будет перебирать анимацию. В случайном порядке. Если у них одинаковый вес, допустим, 10-10-10, то каждый раз, перед тем, как начать проигрывать, он выбирает один из трех. Если у кого-то вес меньше, то анимация с этим весом будет выбираться реже. Так что вы можете, например, какие-нибудь совсем дикие танцы, если у вас получится, вы можете маленький приоритет, маленький вес, извините, им сделать, и они будут изредка очень показываться и удивлять ваших игроков. Вот. Ну что ж, на этом все. Ждем следующих уроков. А, ну и еще раз я вам говорю, что вот статьи-то хорошие, мне они нравятся, но вот буквально 70% с этой страницы в принципе не работает. Хотя ее обновили в октябре, 11 октября 2019 года. Печально. Итак, подписываемся, ставим колокольчики, донейты, конечно, если хотите, чтобы я выпускал там по два видео в день и исполнял заказы. Рассказываем друзьям, и не забываем задавать вопросы и поправлять, если я где-то ошибся, в комментариях под видео, потому что ваши исправления или ваши вопросы помогут другим зрителям придумать какие-нибудь новые плюшки для их игр, а мне показать вам исправление кода. На этом пока. Это очень ловко, да. aha. Спасибо.